Александр Харников. Вежливые люди императора. Читает Макс Радман. Автор благодарит за помощь и поддержку Макса Д., он же Road Warrior, и Олега Васильевича Ильина. Пролог. Санкт-Петербург. Простирались непролазные болота и рос вековой лес. Вдоль Невы, в небольших деревушках, жили коренные обитатели этих мест, ижоры. Они были язычниками и поклонялись своим богам, обитавшим в деревьях и камнях. Жрецы Арбуи с помощью волшебных заклинаний беседовали с богами и духами, добрыми и злыми, получали от них мудрые советы и предсказания. Богам и духам и жоры по праздникам приносили жертвы, добытую в лесах дичь, пойманную в Неве и в Ладоге рыбу и другие дары здешней скудной северной земли. Но среди множества языческих богов был камень-чародей, чей дух требовал совсем другие жертвы. Звался этот камень Атаканом. Ему не нужны были зайцы, утки и щуки. Ему нужна была теплая человеческая кровь. А если камень этот вовремя не окропляли кровью, то на ижорские деревеньки обрушивались страшные напасти, болезни, голод, нашествия безжалостных врагов. И ижоры вынуждены были убивать на этом камне людей, захваченных во время войн и набегов пленных, окропляя горячей кровью его заросшие ржавым хом бока. Шло время, и Атакан становился все более и более ненасытен. Он требовал все новые и новые жертвы. Пленных уже не хватало, поэтому ижоры начали приносить в жертвы кровавому камню своих сородичей. И ничего с этим поделать было невозможно. Ижоры плакали, горевали, а потом взмолились перед духом невы-кормилицы и попросили ее спасти их, бедных, от гнева ненасытного Атакана. Сжалилась над ним река, изменила свое русло и погребла в пучине глубоких вод своих страшный камень. Обрадовались ижоры, горячо поблагодарили матушку Неву, только радость их оказалась преждевременной. Атакан начал мстить людям за то, что они перестали приносить ему жертвы. В том месте на Неве, где на дне реки навек упокоился кровавый камень, стали происходить страшные вещи. То лодка с рыбаками опрокинется, и люди, запутавшиеся в сетях, пойдут ко дну. То моряк с проходящего по Неве купеческого судна свалится за борт и утонет. То стирающая на реке белье женщина ни с того ни с сего упадет с мостков в воду и захлебнется. Шли века. Менялась жизнь на землях племени и жор. Отшумели и отгремели жестокие сражения Северной войны. И на берегах Невы, волею русского царя Петра Алексеевича, из тьмы лесов и топи-блат вознесся пышно-горделиво огромный город, ставший новой столицей Российской империи. А в том месте, где на дне Невы лежал кровожадный камень Атакан, проложили переправу, соединяющую Новгородский тракт с дорогой на Выборг. В 1786 году в царствование императрицы Екатерины Великой здесь навели Воскресенский плашколотный мост. Страшный же камень продолжал собирать свои жертвы. Шепотом местный люд рассказывал, что в полнолуние на Неве, в том месте, где на дне реки лежал Атакан, вдруг появлялся черный водоворот, который втягивал в себя не только людей и животных, но и свет ночных звезд и луны. А из водоворота вылазила всякая нечисть, измывавшаяся над православным людям, поганые рожи корчила, да сравные слова кричала. Привлекал таинственный черный водоворот и самоубийц, которых словно магнитом тянуло в эти гиблые места. Во времена императора Александра II Освободителя на этом месте начали строить постоянный каменный мост. И вот в сентябре 1876 года полужидкий грунт прорвался в Кессон, где работали 28 человек, строителей моста. Пятеро из них погибли. Через год на том же самом месте произошел взрыв. Массивный потолок Кессона отбросило далеко в сторону. Девять рабочих, находившихся наверху, этим взрывом убило на месте. И листый грунт хлынул в Кессон и затопил работавших в нем людей. Ликвидация последствий этой катастрофы длилась около года. Летом 1878 года с того гиблого места извлекли 20 мертвых тел. Причину взрыва так и не удалось выяснить. В 1879 году мост наконец торжественно открыли. Он был назван в честь императора Александра II и получил имя Александровского. А через некоторое время на нем стали пропадать люди. Не гибнуть, а просто бесследно исчезать, словно их никогда и не было. Знатоки петербургских тайн рассказывали, что мост, который после революции переименовали в Литейный, в полнолуние окутывает таинственный желтый туман, и вошедшие в него люди пропадают неведомо куда. Какая-то колдовская сила забрасывает их в иные времена, в иные земли, откуда никому назад ходу не было. Правда это или нет, никто точно сказать не мог. Глава 1. Они спасут тебя 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. Набережная Робеспьера. Василий Васильевич Патрикеев. Журналист и историк. Интересно, почему так темно на улице? Если верить календарю, то на дворе должно быть полнолуние, но на небе не видно ни звезд, ни луны. Да и свет от фонарей на набережной Робеспьера какой-то странный, словно неземной. Чудеса, да и только. Из дома я вышел загодя, и на вокзал, по всем моим расчетам, должен был успеть. Там я не спеша куплю билет на последнюю электричку и отправлюсь в свое любимое Орехово. Доберусь я до него за полночь, но от станции до дома идти всего ничего. Середина сентября считается в Ленинградской области бабьим летом, но по ночам уже случаются заморозки. Потому-то, выходя из дома, я оделся потеплее, поддев под куртку-ветровку в вязаный шерстяной свитер. А завтра с утра я снова засяду за свою книгу. Хорошо работает за городом. Тишина, свежий воздух, птички чирикают. Словом, именно то, что нужно для творческого процесса. Сейчас я пишу об одном изрядно подзабытом эпизоде отечественной истории. А именно о визите в начале XIX века незваных аглицких гостей в тогдашний Ревель. Вскоре после убийства заговорщиками императора Павла I на Балтику вломился со своей эскадрой знаменитый британский адмирал Горацио Нельсон. 2 апреля 1801 года он без объявления войны напал на Копенгаген, разгромил датский флот и обстрелял городские кварталы столицы королевства. Следующей его целью должен был стать Ревель. Но там Нельсону не удалось повторить то, что он сотворил в Копенгагене. И пришлось однорукому британскому флотоводцу неуклюже попытаться выдать вторжение в российский порт за визит вежливости. Хороша вежливость, наведенные на город и порт пушки, и морские пехотинцы на борту английских линейных кораблей и фрегатов. Какое интересное было тогда время. Если бы заговор графа Палина и братьев Зубовых провалился, и император Павел I остался бы жив, то история России могла пойти по совсем другому пути. Не было бы войн с Наполеоном, Аустралица, Пресеш-Элау, Фридланда, Тильзитского мира, битвы на Бородинском поле, сожженной Москвы, гибели сотен тысяч людей, кровопролитных сражений за пределами России, битвы народов под Лейпцигом и взятие Парижа. А ведь император Павел Петрович сделал тогда правильный вывод из ошибок, допущенных им во время войны с французской директорией. Он убедился, что так называемые союзники России используют русские войска только как пушечное мясо, а в случае, когда им это выгодно, преспокойно предают варваров-московитов. Все необходимое для моей работы заранее скачано на флешку, а несколько книг, справочников, лежат в дипломате. Там же находится и мой ноутбук. Что мне еще надо? Да в общем-то ничего. Кое-что из еды есть в холодильнике на даче. Ну а если и захочется чего-нибудь вкусненького, то все необходимое можно без особых проблем купить в местном сельпо. Однако хорошо быть пенсионером. Вот уже третий год подряд я не спешу по утрам в редакцию и полностью волен в своих поступках. Хотя, если честно, то порой я сильно скучаю по работе. Журналист – профессия мобильная. Мне пришлось поездить по стране, побывать во многих горячих точках. В лихие 90-е довелось поработать в СМИ в качестве репортера, освещавшего работу правоохранительных органов. С той поры у меня появилось немало хороших знакомых в этих самых органах. Правда, некоторые из них, как и я, уже на заслуженном отдыхе. Других нет в живых. А некоторые до сих пор продолжают трудиться на своих постах. Но журналистикой я теперь занимаюсь, что называется, не выходя из дома. Работаю с материалами по истории России и мечтаю написать книгу, в которой попытаюсь разрушить некоторые устоявшиеся мифы и стереотипы о славном прошлом нашей Родины. Вот впереди уже показались изящные пролеты Литейного моста с его узорчатыми чугунными перилами. Осталось лишь пересечь Неву, свернуть на арсенальную набережную и, продефилировав мимо Ильича, стоящего на броневике с протянутой рукой, войти в кассовый зал финляндского вокзала. Неожиданно в глазах у меня потемнело. Со мной такое порой случается. Гипертония дает о себе знать. Но то, что происходило сейчас, меньше всего было похоже на обычный гипертонический криз. Вокруг меня вдруг все завертелось и закрутилось с бешеной скоростью. Я почувствовал, что проваливаюсь в огромную черную воронку. Неведомая сила подхватила меня как пушинку и потащила в бездонную дыру, раздинувшую страшную пасть, рядом с опорами Литейного моста. В ушах раздался адский хохот. На какое-то время я потерял сознание. Очнулся я от холода. Я сидел на снегу, хотя всего несколько минут назад снега и в помине не было, а на газонах зеленела слегка пожухлая от ночных заморозков трава. Все вокруг выглядело так, словно из сентября я перенесся в январь или февраль. В окружающем меня мире все неожиданно изменилось. Куда-то пропал Литейный мост, не видно было силуэта финляндского вокзала, гостиницы Санкт-Петербург и корпусов военно-медицинской академии. Местность показалась странно знакомой, но где я ее раньше видел, мне так и не удалось вспомнить. В шагах в ста от меня стояли какие-то машины. Три из них были тиграми, бронированными машинами силовиков. А рядом с закамуфлированными тиграми стоял тентованный грузовичок. А еще одна машина, судя по синей мигалке и канареечному цвету кузова, была скорой. Вокруг них мелькали силуэты людей. Кряхтя и охая, я поднялся с земли, отряхнул снег с одежды и слегка прихрамывая направился к машинам. Люди вокруг них, что-то горячо и эмоционально обсуждавшие, заметив меня, словно по команде замолкли. Оба-на! А тут, похоже, находятся ребята из системы. На плечах двух из них я заметил звездочки, причем крупные. Один из офицеров, к сожалению, лицо я его не мог разглядеть в темноте, вдруг изумленно воскликнул. «Василич, а ты что тут делаешь? Что, и тебя угораздило попасть под этот замес? Может быть, ты подскажешь нам, что это было и куда мы попали?» Я узнал по голосу своего старого знакомого, подполковника Михайлова из Питерского града. Мы познакомились с ним много лет назад, во вторую Чечню, под Аргуном. Тогда он был еще старшим лейтенантом. Позднее мы не раз с ним встречались, как во время официальных мероприятий, так и в частном порядке. «Ничего не могу понять, Игорек», — ответил я. «Кстати, приветствую тебя. Сколько мы уже с тобой не виделись?» «А кажется мне вот что. Нас с тобой куда-то зафутболило. Ты, кстати, любишь романы о попаданцах, то бишь о путешественниках во времени?» «Люблю», — растерянно пробормотал он. «А что, Василич, и ты считаешь, что нас занесло в прошлое или будущее?» «Вот дела». «А где мы сейчас, по-твоему, находимся?» «Эх, если бы я знал. Будем смотреть и размышлять. Ясно только, что на дворе зима, и что мы в прошлом. Больше я тебе ничего точно сказать не могу. Хотя, я внимательно огляделся вокруг, кажется, начинаю догадываться». 13 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. Литейный проспект. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ГРАД. «Вот и не верь после всего случившегося в плохие предчувствия. Редко, когда моя чуйка меня подводила. В этом я убеждался не один раз. Она спасала мою задницу в самых невероятных ситуациях. И потому, наученный горьким опытом, я со всем вниманием относился к ней. Это я все к тому, что мне почему-то сразу не понравилась гениальная идея вышестоящего столичного начальства провести совместное учение наших орлов с гранитом, собром управления Питерской Росгвардии. Нет, против самих гранитчиков я ничего не имею. Ребята там служат неплохие. Со многими из них мне приходилось иметь дело по службе. Но что-то в грядущих экзорцициях меня сразу же насторожило. Впрочем, как потом выяснилось, на росгвардейцев я грешил зря. В том, что с нами сегодня стряслось, они не виноваты. А вот что это было, я до сих пор понять не могу. Согласно бумаге, пришедшей из Москвы, нам надлежало следовать конно и оружно в Лемблова, в учебный центр Росгвардии, где наши бойцы должны были взаимодействовать с СОБРом, проявляя мужество и массовый героизм, освобождать заложников и задерживать террористов. Наверняка туда уже привезли пару списанных автобусов и легковушек, которые мы в ходе учений превратим в металлолом. Отправиться к месту проведения игрищ для столичных гостей должно было отделение плюс снайперская пара. Ну и я от руководства Града. Итого 14 человек. Хорошо, что не чертова дюжина. Человек я не суеверный, но ехать хоть бы и на учения 13 числа в количестве 13 человек, это как-то уж совсем стрёмно. В Лемблова мы отправились на трех тиграх, прихватив с собой всю штатную экипировку отделения. Щиты, броники, штурмовые костюмы, шлемы. Ну и, конечно, оружие. Начиная от короткостволов и заканчивая калашами и ГМ-94. Примечание. ГМ-94. Российский помповый гранатомет с подвижным стволом. Боеприпасов и спецснаряжения мы прихватили с большим запасом. Кто знает, сколько нам придется палить, ломать и безобразничать вместе с коллегами из гранита, дабы ублажить начальство, которое будет наблюдать за нашей войнушкой. В общем, как говорил кто-то из царских сатрапов, патронов не жалеть. Начальство попросило меня подхватить на Литейном-4 у Большого дома. Примечание. В доме-4 по Литейному проспекту находится управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В народе это огромное мрачное здание называют Большим домом. Одного из столичных кураторов совместных учений, майора Коновалова, с которым я был немного знаком. Мужик неплохой, с боевым опытом. Пальцы никогда не гнул, права не качал, и с ним можно всегда найти общий язык. Но майора у Большого дома не оказалось. Я связался с ним по мобильнику, и он попросил меня подождать минут 10. Дескать, сейчас ему должно позвонить начальство из Москвы и дать очередные ЦУ. Эх, если б не та задержка, то вполне возможно все было бы по-другому. Что произошло, я так и не понял. Все случилось неожиданно. В глазах у меня потемнело, словно я оказался на центрифуге. Было такое в моей биографии. Руки и ноги вдруг налились тяжестью, желудок подпрыгнул до самой глотки, а рот заполнила тягучая слюна. Чудовищная сила вжала меня в сиденье. Сзади в пассажирском отсеке что-то загремело. Тигр подпрыгнул, будто на ровистый конь. Я посмотрел в окно, но там было темно, как у негра в ухе. Тигр наклонился вниз и задним ходом съехал в огромную воронку. Потихоньку вращение стало замедляться. Наступила ватная тишина. В пассажирском отсеке кто-то надрывно закашлялся и хрипло выругался. За окном снова стали видны звезды и полная луна. Но я почувствовал, что мы находимся не у въезда на Литейный мост, а в каком-то совершенно ином месте, хотя оно и показалось мне смутно знакомым. Я открыл дверь машины и осторожно высунул голову из салона. В лицо пахнуло морозцем. Рядом с нами стояли два других наших тигра, какой-то тентованный грузовичок и канареечного цвета «Скорая» с надписью «Реанимация». Мигалки ее работали, отбрасывая во все стороны лучи синего света. До меня донеслись приглушенные голоса. Странно, но на улице не было видно ни фонарей, ни рекламных щитов. Впереди я заметил покрытую льдом и заметенную снегом реку, весьма похожую на Неву. Но если это была Нева, то куда подевались Литийный мост, Финляндский вокзал, Большой дом? И вообще, куда мы попали? Все неясное опасно. Это золотое правило не раз выручало меня в разных передрягах. Поэтому я передал по рации своим ребятам команду «занять круговую оборону» и попытался связаться по рации с базой. Но эфир был пуст, девственно пуст. Все в нем словно вымерло. Лишь изредка в динамике потрескивали какие-то атмосферные помехи. Я попробовал перейти на другие частоты, но результат был таким же. Странно все это. Очень странно. «Викторыч, что происходит?» Спросил у меня подполковник Баринов, командир отделения и мой старый приятель. «Если ты что-то понимаешь, то я не бум-бум. Ясно только одно. Мы угодили в какой-то катаклизм. А вот в какой именно?» Мне и самому Коля ни черта не понятно. Такое впечатление, что мы в Питере. Но что-то тут не так. Все выглядит, словно мы перенеслись в прошлое. Вроде мы остались на том же самом месте, но многие приметные вещи куда-то подевались. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok